привет друзья вот сегодня я в очередном кафе пью свой кофе латы а сегодня еще захотела взять моцареллу вы знаете вот что бы ни говорили конечно что в европе все сыры конечно шикарные замечательные и в общем все очень вкусно но я вот попробовала эту моцареллу и в общем я бы не сказала что она меня потрясла своим вкусом конечно если вы хотите хорошие сыры то вам нужно ехать в испанию по крайней мере я настолько знаю в испании сыры чудесные ну ладно а вообще я просто вот решила немножко посидеть в очередном кафе вчера мне не удалось а сегодня у нас дождь с утра опять идет и вот я решила зайти вот называется олива 3 такая маленькая кафешка вот здесь вот дерево я не уверена что это олива может быть олива но здесь как всегда не многолюдно кафе но и вы знаете вот так как мы с вами вчера говорили о рождении нового наследного принца у кейт и вильяма графа и графини кембриджских и вот я в связи с этим хочу вам рассказать такую историю может быть не все знают вот то что этот новый родившийся принц он подвинул вот это вот этот список престола наследие на сегодняшний день который составляет 18 аж 18 человек членов королевской семьи вы знаете это конечно в общем непостижимая вещь потому что насколько я знаю никогда раньше такой очереди на британский королевский престол в общем не было поэтому это общем конечно история довольно интересная вот я вам хочу рассказать возможно вы не знаете об этом ну вот первый в очереди на британский престол после королевы елизаветы второй стоит конечно ее сын принц чарльз уэльский вот которому на в настоящее время 69 лет и он считается самым как сказать самым долгим ожиданием принцем который ожидал свой престол вот в течение всей жизни и еще в связи с тем что как я уже сказала королева бабушка очень хорошо себя чувствует то наверное ему придется еще и долго долго ожидать и вот как вы знаете наверное может быть слышали что принцесса диана его первая жена которая погибла в катастрофе в девяносто седьмом году вот она всегда предсказывала принцу чарльзу что он не будет королем и что он умрет раньше своей матери не знаю может быть она это со злости говорила потому что такие у них были отношения ужасные но тем не менее вот она вот такие вот вещи говорила и вот даже сейчас ходят такие слухи что в связи с тем что принц чарльз все-таки женился на своей любви всей жизни на камиле паркер болс которая слыла очень дурной репутации и в общем которая по сути разрушила брак чарльза и дианы вот в конце концов он в 2005 году обручился с ней женился на ней и королева на этом бракосочетании хоть и не присутствовала но потом время взяло свое и сейчас в общем камилу конечно приняли в royal family семью королевскую и даже в связи с тем что она стала такой кроткой и в связи с тем что чарльз стал мягким и видно было что они любят друг друга и в общем наверное так получается что им уже британцы начинают прощать все то что они натворили по молодости а может быть конечно тут и не не их вина была в этом а в том что чарльз когда он захотел жениться на камиле то ему конечно это запретили и вот получилось так что разбили в общем-то три жизни три судьбы чарльза камилы и дианы которая диана в результате еще и погибла вот такая грустная история вот ну а вот эти вот слухи как я вернусь к тому что говорят что лучше бы чарльзу отречься от престола то чарльз сказал не дождетесь я так долго ждал этот престол и я хочу быть королем поэтому как говорится принцу вильяму придется вот и ждать о своей очереди потому что как бы королева уже такую вещь от всем предполагала и предлагала обсудить что через голову чарльза как бы сразу сделать королем принца уильяма скейт которые пользуются любовью британцев и весьма популярны но тем не менее чарльз это не позволил и он ждет своей очереди на престол вот вторым значит после него будет вот его сын первый первенец принц вильям или как у него полное имя вильгельм полное имя принца вильяма это вильгельм артур филипп луи вот у них здесь в англии принято всем в общем то давать два имени одно имя по рождению которое дали родители второе имя которое нарекается при крещении ну а так как еще и они и королевские особы royal family то у них по три а то и по четыре имени бывает вот смотрите принц вильгельм артур филипп луи то есть он может и любое из этих имен применять и вот называться любым именем какое ему больше всего понравится мне считает я считаю что это в общем то неплохо потому что бывает так что назвали родители ребенка ему и не нравится имя а тут пожалуйста тебе выбирай у любого гражданина великобритании есть два имени можно выбрать любое вот ну и дальше на сегодняшний день принцу вильяму 35 лет он родился 21 июня 82 года он в общем то уже отец семейства как вы знаете трое детей у него прекрасная жена кейт а вот и в общем получается что в связи с тем что он родил трех детей он отодвинул своего брата принца гарри с третьего места престола наследия на пятое место а нет даже на шестое потому что он 2 дальше идет принц жордж его сын маленький которому исполнилось 4 года дальше идет принцесса шарлотта и вот после идет вот этот новорожденный принц и потом уже принц гарри шестым и кстати еще такая интересная вещь что вот этот вот значит закона престола наследие он был утвержден актом таким весьма солидным и это было в 1701 году больше 300 лет назад и он практически никогда не менялся и вот только лишь в 2011 году больше чем через 300 лет внесли в него в этот акта престола наследие некоторые поправки то есть вот если раньше в этом в акте с 1701 года престола наследие говорилось что преимущество имеет первородство и мужской пол над женским имеет также преимущество и также эти члены британской семьи королевской royal family они не имели права жениться на католиках только на протестантах а вот 2011 году значит вот 2 2 пункта были изменены 1 это то что мужской пол теперь не главенствует над женским и вот получилось так что принцесса шарлотта 2 2 ребенок принца вильяма и кейт она первая единственная которую не подвинули ее братья в этой очереди на престол вот она как стояла на третьем месте так она и стоит на четвертом месте опять вот видите я все как все говорю немножко сбивает на одну на одну генпункт вот и еще разрешили браки с католиками что тоже вот было внесено в 2011 году и благодаря чему принц гарри вот сейчас обручен с меган паркл актрисой голливудской американской актрисой и в общем она католичка и в общем тем не менее и она при том еще и разведенная но уже нахлебавшись вот royal family всех проблем которые были связаны с тем с такими жуткими строгими запретами они в конце концов дали послабление и принцесс королева елизавета разрешила принцу гарри жене женитьбу на год меган маркл и у них значит бракосочетание состоится наверное вы тоже знаете и слышали 19 мая 2018 года совсем скоро вот будем ждать и сейчас я знаю например вот я собралась ехать лондон я вам говорила но когда я попыталась заказать на одну ночь отель то я у меня ничего не получилось потому что все отели заняты буквально на весь май и на весь июнь потому что там дальше идет футбол про по поводу футбола ничего не могу сказать что-то какие-то игры там футбол это наверное знает футбольные фанаты но не я и также в связи с тем что вот родился третий сын у кейты и уильяма и также в связи с тем что 19 мая будет свадьба все хотят посмотреть то в общем заняты заняты и забукированы все отели в лондоне и близлежащих маленьких городочках вот ну я вам уже много довольно таки рассказала я остановлюсь в следующем своем видео на принце гарри гарри у меня спрашивали о нем и о меган вот я очень много по этому поводу чего могу вам рассказать интересно что то что из себя представляет принц гарри вот на мой взгляд я вам это в следующем видео расскажу и расскажу дальше о престоле наследие а пока друзья мои всего доброго удачи берегите себя пока пока